Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Ведомство сообщило, что именно Армения снова грубо нарушила соглашение о прекращении огня. Так, с 2 часов 45 минут до 3 часов 40 минут 29 июля вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Юхары-Журжа Бесаркичарского района и стрелкового оружия и гранатометов обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. Министерство обороны отметило, что по азербайджанским позициям было также брошено 10-12 ручных гранат F1. Вооруженные силы Азербайджана вынуждены были открыть ответный огонь. Напомним, Азербайджан в среду 28 июля поддержал инициативу российской стороны в связи с объявлением перемирия на армяно-азербайджанской госгранице. Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает устраивать вооруженные провокации и нагнетать обстановку. Так, сегодня исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что, по его мнению, необходимо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений. Как подчеркнул Пашинян, данную тему власти Армении намерены затронуть на переговорах с российской стороной в скором времени. Однако, по мнению экспертов, это заявление носит чисто политический характер и, возможно, лишь с согласия всех сторон. Так, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников уверен, что подобные заявления делаются для зарабатывания политических очков. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или еще где-либо. По словам Калашникова, вопрос очень сложный, серьезный. В первую очередь он должен решаться тремя руководителями – Путиным, Алиевым и Пашиняном. В Кремле не комментируют идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских погранпостов вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Об этом сегодня заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Россия предложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. И работа в этом направлении продолжается. Вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. Вы знаете, что представители России приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей. Также Песков прокомментировал сообщение об участии Азербайджана в учениях Agile Spirit, подчеркнув, что Россия дорожит отношениями с Азербайджаном. Азербайджан – суверенное государство. Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном. Это партнерские отношения и имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений. Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении нашей страны. Сценарии учений верстаются в НАТО, а Альянс не скрывает, кто является главным противником для них. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где поднимался данный вопрос. По оценке Москвы, эскалация напряженности негативно влияет на региональную обстановку и не способствует нормализации диалога между Азербайджаном и Арменией. Ведет к неоправданным потерям среди населения двух стран. Общую обеспокоенность ситуации на границе Азербайджана и Армении выразили также ряд стран. Так, США призывают Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Об этом сообщили в Госдепартаменте. США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации. Кроме того, в Госдепе призвали Баку и Ереван как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ. ООН также призвал Баку и Ереван проявлять сдержанность и избегать шагов, которые могли бы привести к обострению напряженности. Анкара и вовсе заявила, что ситуация, спровоцированная армянской стороной, это угроза для безопасности всего региона. Так, глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шинтоп отметил, что последствия данных событий могут быть очень серьезные. Иранская страна, в свою очередь, отметила, что готова оказать любую помощь для урегулирования противоречий между Арменией и Азербайджаном, призвав как можно скорее добиться прочного мира на Южном Кавказе. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Заси заявил об опасности дальнейшей эскалации напряженности в регионе, что может негативно сказаться на выполнении договоренностей в трехстороннем формате, закрепленных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года. Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы, приветствуя усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе. Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен процесс по уголовному делу 13 членов еще одного террористического вооруженного формирования, состоявшего из граждан Армении. Как сообщается, на заседании выступили адвокаты подсудимых. Затем обвиняемым было предоставлено последнее слово. После совещания судья огласил приговор. Каждый из 13 членов армянской диверсионной группы был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. После отбытия наказания они будут депортированы из Азербайджана. Отметим, что все приговоренные обвиняются в незаконном проникновении с оружием на территорию Азербайджана после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением. Террористы, проникнув на азербайджанскую территорию, совершили ряд преступных действий против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана. Азербайджанская выставка По мнению организаторов, выставка предоставит возможность для создания коммуникационной платформы для диалога между представителями компаний и госструктур. Планируется участие представителей банковской отрасли, промышленников, представителей системы здравоохранения, информационных технологий и иных сфер. Организаторы уверены, что выставка создаст уникальную платформу для заключения новых контрактов между представителями различных отраслей, которые будут реализовывать совместные проекты в Карабахе. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Али в своих выступлениях неоднократно заявлял о заинтересованности Азербайджана в подключении к процессу восстановления освобожденных территорий всех дружественных стран, которые поддерживают республику в трудные времена. Свою готовность к сотрудничеству в восстановлении Карабаха уже подтвердили Россия, Турция, Израиль, Венгрия, Великобритания, Италия, Пакистан, Беларусь и Казахстан. Азербайджанская продукция представлена на российской выставке Russia Halal Expo 2021, которая открылась 28 июля в Казани. Так, при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства развития малого и среднего бизнеса, в Татарстане представлены лучшие образцы халяльных продуктов азербайджанских производителей. Напомним, халяль – это разрешенная исламом пища, которая произведена в соответствии с мусульманскими правилами. Предприниматели представили различные мясные продукты, фруктовые соки, джемы и консервы, растительные масла, муку и мучные изделия, а также услуги компаний, занимающихся экспортом местной продукции. В день открытия выставки стенд Азербайджана посетили министр экономического развития России Максим Решетников и президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Выставка продлится до 30 июля. Стоит сказать, что «Раша Халяль Экспо-2021» организована в рамках 12-го международного экономического саммита России «Исламский мир», к которому накануне обратился президент России Владимир Путин со словами поддержки. Он заявил, что мусульманские страны могут рассчитывать на помощь России в преодолении региональных кризисов и борьбе с терроризмом. На Олимпиаду в Токио приехала сборная Азербайджана по вольной борьбе во главе с капитаном женской сборной и самой титулованной спортсменкой республики Марии Стадник, от которой все ждут золота Олимпиады. Специально для портала «Москва-Баку» Мария сняла видео, где показала за кулисей олимпийской жизни в Токио и рассказала о своих впечатлениях от олимпийской деревни и настроении сборной перед выступлениями. Мы прилетели в аэропорт, когда пришел результат, это на ковид мы сдали, тогда уже поехали в деревню, здесь расселились, комнатки у нас тут смешные такие маленькие, все с картона, как будто игрушечные, кровать с картона. Нас поехало пять человек, это мужская сборная и двое нас, девочек, это то, что с борцов. Выступать мы будем начинают 2 августа, а мои соревнования 6-7 августа. То есть у нас здесь уже остаемся до закрытия Олимпиады и 11 числа мы улетаем из Токио.